Ай, ну что вы делаете, молодой человек? Девушка, успокойтесь, вы в надежных руках, я вас спасаю. Да чего вы меня спасаетесь? Я собиралась просто поплавать. Это у вас шок после того, когда вы тонули. Я не тонула, я ныряла. Видел я таких ныряльщиков, всплывает потом через три дня. Так, все, отпустите меня. Успокойтесь, вам надо сделать искусственное дыхание. Не нормальный какой-то, идите отсюда. Я спасатель, я делаю свою работу. Идите, спасайте в другом месте. Он сейчас какой-то, маньяк просто. Девушка, я заметил, вы полтора часа ничего не пили. Опять вы? Что вы от меня хотите? На такой погоде нужно пить каждые полтора часа. Слушайте, мужчина, я вас прошу, отстаньте от меня. Моя обязанность следить за здоровьем посетителей пляжа. Надо выпить. На бродэшафт? По желанию, но надо выпить. Такой вы назойливый. Ладно, выпью, лишь бы вы остали. Это же вино. Способствует кровообращению. Очень полезно. Я знаю, я спасатель. Мужчина, я по-человечески вас прошу. Пожалуйста, отстаньте от меня. Я просто делаю свою работу. Вот и делайте свою работу. В другом месте? Мужчина. Девушка, солнце в зените. Вас надо намазать кремом. Что вы делаете, молодой человек? Расслабьтесь. Я спасатель, я лучше знаю. Я говорю, не надо меня мазать. Не трогайте меня. Ну что вы делаете? Ну правда? Да. Спасатель, спасайся. Ну что, спасатель? Теперь я здесь, спасатель. А ты плыви. Плыви, я сказал. Плыви! Помогите! 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 Не могу. У спасателей сейчас обед. О, ну вроде неплохо. Мужчина, что вы делаете? О, мне вот то же самое сказали эти, как их, козлы. Не, 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 сейчас эти. Уроды. А, нет, твари эти. Как их там? Коллекторы? Точно, коллекторы. Все никак запомнить не могу. Вот я у них то же самое спросил, а они мне сказали, выселяйся, мол, из квартиры. Ну вы же, наверное, сами виноваты. Не выплатили кредит, вот у вас с банки забрал квартиру. А банк меня спросил, где я буду жить. Вот теперь не обижайтесь. Жить буду здесь. Понятно? Ты давай это, мне не мешай. Я хочу поспать, мне завтра рано на работу. И на, на себе будильник поставь. О, все. Давай, бухти мне про кредиты. Спасибо. Вкусно. Только в следующий раз бутерброд с колбасой делай. Мужчина, вы домой собираетесь? А я дома. Это тебе пора спешить. У тебя же сегодня короткий день. Кипяточек. Спасибо. Да не за что, господин. Пельмешки, знаете, люблю. Доброе утро. Мужик. Мужик. Ты когда работу заканчиваешь, ты нам просто немножко мешаешь. Ну, пойми меня, как мужик мужика. Так, это уже переходит все границы. Вот ваши документы. Идите в свою квартиру и там этим занимайтесь. Здесь моя квартира. Понял? А что? Я тут уже привык. Вода здесь есть. За коммунальные платить не надо. В чайник я вам уже 15 блюд научился готовить. Иди ко мне, мой директор. Я ей сказал, что я твой директор. Понял? Можешь нам кофейку сделать и варить? Давай, давай, давай. Мешай. Цистерну пустую везете? Вась, слушай, зачем такое говоришь? У настоящего грузина не может быть пустого сосуда. Какого бы он размера ни был, бокал или цистерна? Понимаю. Горюче-смазочный везете. Зачем сейчас еще раз обидел? Я везу вино. Домашнее вино. Выдержка. 25 лет. 25 лет я его выдерживал, а сейчас не выдержал. Да хоть 50 лет. Понимаете, не имею права пропускать алкоголь в таких объемах. Эй, слушай, ты не понял. Это не мне, это дочери моей. Везу на свадьбу. Я думал, мало будет, еще возвращаться придется. Все так говорят, на свадьбу, на свадьбу. А потом берут в подвалах, разливают и продают. Эй, слушай, какой подвал? Вообще я не понимаю, что ты такое говоришь. Я тебе говорю, дочка замуж выходит. 10 лет она не могла себе мужчину правильного найти. Ни один не выдерживал. Тут звонит, говорит, папа, я его люблю. Он меня тоже люблю. Все, у нас свадьба. Я не езжаю. Я рад. Я рад, что вы рады. Мы все вместе рады. Но не могу, не могу пропустить. Понимаете? Не могу. Стопа, я его зарежу. Я зарежу. Памаря, дочка, успокойся, что случилось? Тихо, не надо на него резать. Шагал. Осел. Козел. Вы всех животных будете перечислять? Ты заткнись. Что случилось? Я 10 лет себе жениха искала. А он мне перед свадьбой взял и изменил. Скотина такой, я ему отрежу то, чем он мне изменил. Он тебе изменился. Я его сам все сейчас поеду и отрежу. Эй, товарищи джигиты, а вы можете выяснять отношения за таможней? Не вмешивайся, когда люди разговаривают. Тихо, папа. Что? Он мне нравится. Этот? Хороший какой. Эй, вы чего? Усики какие. Наш он, папа. Вы мне тоже нравитесь, но кто я такой? Я всего лишь таможенник, даже не начальник. Поженимся, да? Эй, поженитесь, я позвоню кому надо. Сделаю тебя самым главным таможенником. Я бы рад, но я женат. Что? Я ее зарежу, где она? Не надо никого резать. Что вы, вот, это, вы, кавказцы сумасшедшие, это, все, забирайте свою цистерну и проезжайте с ней. Эй, слушай, у меня еще две фуры подарков. И подарки ваши забирайте, везите. Сейчас я пойду договорюсь. Ой, это. Спасибо тебе, дорогой. Целую твои мысли. Счастливо. Эй, слушай. Папа, я поздравляю тебя с началом семейного бизнеса. Поделеги там, поделеги там. Ну вот, как я обещал, первая линия, вот, сразу водичка. Да, но вы не говорили, что сдаете палатку. Не говорил. Но я и не говорю, что сдаю дом или квартиру. Я сказал, недвижимость. Вот, кстати, мы можем ее подвинуть, если вам так неуютно. Не надо. А где все условия? Ну, вон, видите, кафешечка. Можете ходить в нее. Всего одна гривна. Ну, и гривна мне, потому что я договорился. Так стоит три. Ну, это же так далеко. Можете ходить ближе. Но вам тут жить. Спасибо, не надо. А где обещанный вай-фай? Из той же кафешечки сюда добивает одна палочка. Записывайте пароль. Семь-три. Прекратите. Здесь нет даже горячей воды. Как это нет? Посмотрите, сколько тут воды. Днем она горячая. Ночью холодная. Почему так дорого? Потому что у вас включена уборка. Пляж убирают каждый день. Знаете что? Мы не собираемся жить в этой палатке вдвоем. Ну, конечно, вы не будете жить вдвоем. Потому что палатка четырехместная. Завтра еще двое заедут. Какие двое? Вы что? А ну, верните нам наш залог, который мы вам передали. Не могу. Я его уже потратил. Куда? Я купил палатку. Замечательно. Так что не благодарите. Располагайтесь. Если можно, вторую половину денег отдайте в долг. Что? Да за такие деньги мы сами могли взять палатку, купить и поставить ее здесь на берегу. Зачем вам эти проблемы? Это место мое. Я вызову полицию. Зачем вам эти штрафы, аресты, тюрьма? Знаете что? Мы вот сейчас сами вызовем полицию и у вас будут большие проблемы. Ой, что вы говорите? Зачем полиция? Записывайте сразу номер прокурора. Фамилия Кайцмана вам о чем-то говорит. Я все понял. Хорошо. Забирайте наш залог себе. Мы пойдем найдем жилье в другом месте. Пойдем, дорогая. Наши вам с песями. Хозяин бар. Никогда не думал, что сдавать палатку в Киеве выгоднее, чем квартиру в Одессе. Алло. Да, знаю. Недвижимость. Да, первая линия. Ага. Приезжайте, смотрите. Но только если можно, небольшую предоплату мне на карточку скиньте. Ага. Я диктурую номер. 6, 4, 8, 11, 32, 40. Ты рядом, а я уже скучаю. Ой, Вайтович, какие же вы, как говорится, няшечки. Смотрю на вас и любуюсь. Вот прям не верится, что ваш сын говорит, что вы постоянно ссоритесь. Ну что он? Ну что он? Как он говорит это? Прости. Говори первое, любимое. Благодарю, дорогой. Вы же сами знаете, какие дети фантазеры. Он все выдумал. Да, вы знаете, я сразу не поверила, когда он сказал, что вы не можете сдать наш штор из-за того, что постоянно ссоритесь. Господи, какие глупости. Это же надо такое придумать. Так что вы сдадите наш штор сегодня? Конечно, конечно, сдадим. Дорогая, достань, пожалуйста, денежку. Честно говоря, я подумала, что ты возьмешь с собой денежку, поэтому я не взяла. Как же я могу взять денежку, любимая моя? Ты же у нас отвечаешь за семейный бюджет. Вы знаете, на самом деле вы можете на собрание сдать денежку. Нет, мы решили сегодня сдать, значит, сегодня и сдадим. А как мы сегодня сдадим денежку, если ты ее не взял, Сашенька? Почему я должен брать деньги? Объясни мне, пожалуйста, если ты за это отвечаешь. То есть я во всем виновата? Причем всегда, да? Подождите, простите, я не хочу, чтобы вы ссорились. Вы что? Да никто не хочет ссориться. Просто одна особа 15 лет мне уже на развод намекает. Да пожалуйста, вали, а кто тебя держит? Что? Да ты сама чешеногу об дорогу. Не можешь мне нормальный омлет сделать ни в кухне, ни в спальне. Что? Это ты каждую юбку не пропускаешь. Так и хочешь, вы кобельник. Это я не пропускаю, а кто с начальником спит, а? Я сплю. Я сплю. Да ты за такие слабые... Преоткратите! Что? Ладно, не надо никакие деньги сдавать ни на какие шторы. Я вам прощаю это все. Я не хочу, чтобы ваш союз распался из-за каких-то штор. Так, значит, я на рок, а вы давайте приведите себя в порядок, господи, взрослые люди. Как так можно, господи, голубки? А я тебе говорил, про мои пять лет театральным бесследно не прошли. Вот видишь, теперь на шторы сдавать не надо. Мне кажется, мы переиграли. Потому что это платье дороже, чем шторы стоят. Лучше уж на шторы сдать. Нафига ты новое платье надела, надела? Потому что я хотела, чтобы было все правдоподобно, как ты сказал. Вот все ты хочешь сделать правдоподобно. Вот я смотри, одел старую футболку, ничего, мне не жалко, нормально. Ты себя не волновал, что эту старую футболку подарила я тебе на наш день влюбленных. Ой, когда это было вообще? Десять лет назад, блин. Ты опять начинаешь? Да сколько этой футболке лет, е-мое? Почему ты не управляешь? Тебе все не устраивает. Вот платье, платье, реально, вот ты затупила, честно тебе скажу. Что? Это я затупила? А то кто еще затупил? Да ты посмотри на себя, потупай вообще. Да и что? Что? Иди сюда! Пахлава медовая, кукуруза, спиннеры успокаивающие. Чего успокаивающие? Спиннер. Не хотите приобрести? А, не, у меня уже есть. А ей точно не надо, она вообще рыбалку терпеть не может. Я имел ввиду, не спиннинг, а спиннер. Вот, гаджет новый, нервы успокаивает. И что, реально помогает? Да, кручишь и нервы успокаивает. Вот вы сами попробуйте. У меня таких по 50 штук в день берут. А ну, возьми. Возьми. Давай. Крути, крути. Любимая, шубу в этом году покупать не будем. Ничего, я в это еще год похожу. Смотри-ка, работает. И айфон обновлять тоже не будем. Конечно, мне пятерочка вообще устраивает. Работает. Она мне еще вчера выносила босс про этот айфон. Ну, а я вам говорю. Бося, а теперь давай ты попробуешь? А ну, давай. Бося, я твой Порш разбила. Ты чего, охренела что ли? Ты какого хрена взяла его вообще? Бося, что не попускает? Да хуй этот подшипник крутишь. Ты какого хрена Порш мой взяла? Кто тебе разрешал вообще? Блин. Придется проверенным способом. Ой, что-то такое дело. О-о-о. А-а-а. Шшш. У-у-у. Да-а-а. Извините, что перерываю вас. А, что? Вы спиннер брать будете? А, эту хрень. Не, забери. Она меня только раздражает. Проверенный способ мне больше нравится. Давай выше. О-о-о. А-а-а. Все для тебя. Закаты и откаты. Для тебя. Здравствуйте. О, скрипач. Наконец-то. Я уже думал отменять предложение. Извините, я не просто скрипач. Я победитель международных конкурсов. Я лауреат премии Чайковского. Я скрипач-виртуоз. Это, типа, с проблемами? На вашем языке, типа, крутой. О-о-о, такой мне и нужен. Короче, смотри, задача какая. Ты, значит, елозишь скрипку, ну, чтобы красиво, там, романтик, вся фигня. Я привожу свою кису в такое кольцо. Опача. Она о-о-о-о-ой, и вся поплыла такая. Ну, чтобы ты понял, да, короче? Более чем. Перед тем, как мы начнем, очень важно подписать один очень маленький договор о том, что если вдруг так случится, что ваша девушка вам откажет, вы ни в коем случае не будете меня бить. И самое главное, засовывать мой смычок мне куда-нибудь было. Подожди, что значит откажет? Моя киса мне откажет? Как так можно отказать? Посмотри, вино, фрукта, закат, принц. Ну, поверьте, я не первый год в этом бизнесе. Ну, мало ли, на всякий случай. Ладно, ладно. Слышишь, а тебе смычок реально? Я не первый год в этом бизнесе. Теперь понятно, что ты такой дорогой. Идем, идем. Сейчас, сейчас, сейчас. Ой, Буся, куда ты тебя ведешь? О. Да ладно. Я это. Короче, я тебя это самое. Вот. Блин, Бусь, блин. Ну, нет. Как нет? Ну, понимаешь, я просто думала, мы с тобой там потусуемся, ты мне айфон подаришь. Ну, пару раз чпокнемся и все, я уйду. Нет, ну, понимаешь, Буся, я просто не хочу там всю жизнь с талфопузом провести и все такое. Ну, как бы, давай, пока. Это, я споняла, мы с тобой уже чпокались. В общем, я корчок поменяю на айфон. Все? Давай. Сука. Это ты на каркаву. У нас с вами договор. В задницу договор. Смычок, давай сюда. Не надо. Давай сюда. Давай сюда. Бусь, ну ты даешь. Ты что, шуток не понимаешь? Ну, смешно же было. Да вообще-то не смешно. Тебе было смешно? Дура. Э, ты следи за базаром. Это, между прочим, моя будущая жена. Да что ты начинаешь? Я тебе денег все равно там в три раза больше насыплю. Тем более у тебя же будет от меня еще один заказ. Можно наше свадьбе ломать, да? Да. Только смычок другой на свадьбу возьмите. Запасной. А ты так смешная шутка, да? Все смешная. Расплескалась, синева. Расплескалась. Ё-вы-да-вы. Здравствуйте. Я так понял, у вас голова болит. Чего это ты взял? Голова у меня в паре... Блин. А я ее ищу везде. Слышишь ты, у меня другая фигня. В чем проблема? В городе водка закончилась. Вся. Ага. А я тут при чем? Спирт давай. Извините, но у нас спирт только медицинский. Он используется в медицинских целях. У меня в медицинских целях. Душа у меня болит. Ой, но вы же себе там все сожжете. Слышишь ты, салага? Я с прапором пил ракетное топливо. Я танки грыз, как барбарец. Мне медали отдавали такими количествами, у меня карманов не хватало. Слышишь ты, спирт давай, иначе я тут все нахрен отнесу. Ах, а вы, извините, но я этими действиями могу нанести вам вред. А я додоповал клятву Гиппократу. Гиппократу. Ты сейчас с этим Гиппократом сам встретишься. Вот так вот, лицо к лицу. Короче, спирт давай. Я не могу. Что за шума, драки нет? Бабал, лучше выйти. Да ты шо, младший сержант. А я как раз хочу посмотреть. Михалыч, не бойтесь. Это младший сержант Крутенко. Мы с ним в одной роте служили. Как был хлюпиком, так хлюпиками остался. Спасибо вам огромное, Мариночка. Вы мне жизнь спасли. Вы лучшая медсестра в мире. Да ладно, Михалыч. Вы лучше помогите мне его в общую палату донести. Там уже вся рота собралась. Да-да-да, конечно, конечно. Да, и спирт медицинский дайте весть. Потому что водка в городе закончилась. Вся. Ну, спирт же используется только в медицинских целях. Евгений Михалыч, я два раза не повторяю. На троих. А я опять новый сломала. Говори, не работа, а кабала какая-то. Ой. Здрасте. Здрасте. А, здесь очередь. Я позже зайду. Нет, 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 нет. Это не очередь. Что вы хотели? Да. Ну, а где механики? А мы есть механики. Вы? Да. Ну, если вам не понравится что-то в нашей работе, вы можете потом забрать свои денежки. Что, простите? Я говорю, вам понравится наша работа. Понял. Мне бы это сделать полное. Так, посмотрим. А можно ваш капотик открыть? А, секунду. Опа. Вот так, ну, закрепим. Так, посмотрим. Ой. А еще вот эту штучечку мне подать, пожалуйста. Штучку поддвинуть. Двигаю. Двигаю, двигаю, двигаю. Вот так вот. Теперь возьмите вот эту штучку в руки. Так. Взял. Нет, вот эту. Ага. Взял. Идите сюда. Иду. Ближе. Ближе? Ближе. Видите, вон тот болтик. Вижу. Крутим. Крутим. Крутим еще. Быстрее, быстрее, быстрее. Идите сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще три тысячи Ага, ну, и плюс там еще, конечно, за хороший ремонт Ну и плюс чаевые Вот, пожалуйста Спасибо Все, могу идти? А, нет Езжайте Ага, до свидания Еще заходить, да? Зайду, зайду Заезжайте Заеду Прикинь, я опять ноготь сломала А я говорила, не работая, кабала какая-то Не говорим На троих Субтитры сделал DimaTorzok Ага